всем большой привет вы на канале или на франции начинаем новый день семье дюмонов спасибо большое что вы остаетесь со мной я в спортивной форме делала свою свою зарядку утром уже сходила погуляла и сделала планку мне многие говорили что покажи и запиши как ты все это делаешь да я конечно как-нибудь запишу обещаю но все это очень просто раньше я очень много бегала теперь я хожу пешком мне это больше подходит и делаю планку мне многие писали что выяснилось что планка это не полезно есть такое я вижу результатов планки поэтому я буду ее продолжать делать и я вам как бы можно сказать уже не профессионал а как я делаю то есть я участвовала соревнованиях по планке я могу выдерживать планку достаточно долго я выдерживаю 4 минуты на как 4 минуты я уже вам объясняла то есть на вытянутых руках обязательно на согнутых руках потом с одной стороны с другой стороны я ее не останавливаю сделать но делаю примерно 4 минуты обязательно как-нибудь вам кратенько запишу также обожаю приседания и теперь сейчас одену свои наушнички включу музыку и пойду заниматься на моем тренажере не каждый день делаю все в комплексе но когда выходные то стараюсь все сделать мне это нравится я считаю что такой спорт который небольшом количестве который не напрягает но поддерживает нас это просто супер поэтому я всем вам очень советую хоть чуть-чуть начинайте по 5 минут потом добавлять по 10 минут потом 20 минут полчаса сколько вы хотите но если уж совсем нет времени то втяните а вакуум вакуум обязательно вакуум и будет все супер и ходите конечно же пешком но все будем заниматься домашними делами у нас сегодня в провансе солнышко мне снова задают вопросы про ставни я уже про ставни много раз рассказывала что очень часто жандармы или переезжают или дома пустые или просто закрывают ставни от мистраля потому что ну на верхних этажах основном находится спальне и чтобы ночью никого не будить вот они закрывают и жандаржами же они работают ночью потом приходят домой и часто жандармы спят утром днем а я здесь меняю постель владислава постельное белье посмотрите что у нас тут появилась то есть пришел но это не пришел это я просто вам не показывала это был подарок от бабушки на рождество кстати он тоже пришел с запозданием на наверное на неделю но это нормально и вот я все постельное белье перестирала обязательно после всех этих магазинов неизвестно откуда они приходят я все постельное белье меняю и теперь у него вот такое постельное белье с майкрафтом везде майнкрафты оля вот так детки и сколько было всяких комментариев насчет телефона мы еще конечно с вами поговорим но я стараюсь телефон купить ему как можно позднее потому что и так мы с ним постоянно спорим насчет вот приставки еще раз вам покажу приставку меня спросили какая у него наверное у него самая простая убью на у него уже несколько лет ему дарили на на день рождения на какой-то наверно года два или три уже назад она в то время была еще дорогая сейчас они конечно подешевели и покупаем игры но игры уже покупаем совершенно мало потому что во франции дети в основном перекачивают игры то есть платишь там намного дешевле и они с интер с youtube не знаю откуда с youtube нет с интернета с интернет-магазина убью перекачивают игры у нас все все лимитировано я за этим очень строго слежу хотя да тоже немало он играет играет выходные по такие дни простые ему запрещено играть выходные разрешаю я не знаю как вы конечно у каждого свое это легче посадить ребенка возле игры и он будет играть и никого не доставать и ничего не просить и потом постепенно он становится как зомби от телефон от вот телевизора и от приставки планшета у нас нету компьютера у него пока нету хотя скоро нужно будет покупать и поэтому они забывать все игрушки я не знаю если им разрешить вот вот это они забудут и книги и лего лего и все 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 вот это будет самое главное поэтому у нас пока пока мы можем будет лимитировано а компьютер нужно будет покупать в колледж обязательно телефон тоже так как он будет ездить в другой город ну вот у нас так сегодня на обед готовлю рыбу купила свежую рыбку не помню как она называется вы можете брать любую рыбу какая у вас есть можете брать белую рыбу можете брать красную рыбу все что угодно можете также брать замороженную рыбу предварительно разморозив я ее замариновала в лимонном соке затем добавила немножечко соевого соуса вместо соли и различные приправы сегодня у меня как всегда куркума и кумин кумин вы можете найти в любом супермаркете кто живет во франции и на полочках где пряности и любимом магазине и я добавила сверху у меня лук и я замораживаю морковь я ее чищу режу на кругляшки и потом замораживаю мне так намного удобнее можете добавить травы прованса я добавлю немножечко клюквы обожаю добавлять клюкву если у вас есть замороженное берите замороженное у меня было замороженное и сверху я просто напросто разрежу на две половинки брокколи и будет у нас вот такой замечательный обед меня спрашивали часто ли я готовлю на пару почти всегда готовлю на пару и знаете мы так привыкли что вся жареная пища или не знаю нам не нравится совершенно с мужем она становится какая-то жирная сухая и мы готовим или на пару или тушим или в печке но если выбирать то пища на пару с пряностями нам в семье нравится больше всего так что я буду готовить и все кто кушает всем приятного аппетита сегодня делаю шарлотку с яблоками и с сливом вареньем у меня сливовое варенье которое я делала сама и которое почти без сахара совсем чуть-чуть и добавила мои апельсиновые корочки замороженные кто еще не замораживает апельсиновые корочки я очень советую если у вас органические биологические апельсины или необработанные апельсины вы точно это знаете то порежьте тоненько и просто напросто заморозьте потом любую выпечку замечательные даже иногда можно добавить мясо тот же придает замечательный вкус и почему он у меня такой она у меня такая темненькая сегодня потому что не знаю последнее время мне очень полюбилось сочетание яблок и именно гречневой муки вот это сладкое с немножко вкусом гречки в нашей семье пошло просто на ура кто еще не пробовал обязательно попробуйте ну а рецепт той же самый какой у меня уже есть на канале яйца и так что кто еще не смотрел обязательно посмотрите мы уже отобедали рыба с клюквой получилась замечательная шарлотка тоже получилась вкусная посмотрите какая красивая и как я ее подаю я ее подаю с французским творогом по-французски это называется фесель я сейчас его покажу еще раз вот 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 эта марка наш регион называется наши таланты то есть наши регионы имеют таланты мне нравится очень эта марочка и сколько процентов жирности вы знаете что молочные продукты лучше брать не обезжиренные но и 0 процентов жирности а здесь вот 4 и 1 до 6 я люблю жирность потом мне кажется очень жирная и еще что я вам забыла показать а забыла показать так как всегда показываю вина купили мы вот это биологическое вино помните я его мы его покупали еще на рождество но открыли только вчера с медалью золотой медалью тоже она была разлито в бутылках в шато мизан бутен шато биологическая кие шато кие замечательное вино мне многие написали что биологическое вино не очень на вкус все таки она отличается вот это я всем могу посоветовать и еще одно вино купили мы его правда еще не открыли это ванту земли принадлежат находится в окле шатуннов депап и мой муж считает что это очень хорошее вино как мы его только попробуем я вам скажу свое мнение она тоже золотой медалью и разбита конечно тоже в замке в самом замке так что попробую обязательно скажу но я буду убирать шарлотку свою в холодильник я ее разрезаю на порционные кусочки да вот такие кусочки и рядышком мою фисель и будет у нас прекрасный десерт и забыла вам рассказать обещала рассказать про мед который купила это эмьель де монтань но стоит вот такая у нас баночка сколько здесь миллилитров я не по вот 500 грамм стоит она около 8 евро мне вообще нравится очень темный мед или я не помню какое раз море розмарин тмин но вот этот мед горный мед меня не впечатлил им нет я не скажу какого-то запаха такого нет вот горный мед который я покупаю в гриноболе у моей сестры просто замечательно очень похожи на наш мед который мы кушали когда были маленькие хотя вот этот мед от производителя и хорошего качества но какого-то такого запаха у него привкуса нету просто сладкий так что если вы увидите этот мед он продается у нас в магазине для клерки и другие скорее всего знаете что ничего особенного нету сегодня 13 число вечером старый новый год хоть его и французы не празднуют у меня подарочки прям пришли под самый новый год елочки уже нету зато есть подарочки один подарок я знаю что это такое я его заказала сама себе во время сейчас идут скидки вы знаете я уже готовлюсь к лет к лету я сейчас вам все покажу а второй подарочек это подарок сюрприз почта россии я не ожидала по-настоящему не ожидала люда спасибо вам большое при большое да это моя подписчица и и она мне прислала небольшой подарочек и сейчас мы вам мы с вами вместе будем открывать эти посылочки я сразу открыла посылку чтобы вам не шуршать и сейчас покажу на моем любимом сайте я заказала свой любимый скин сьютиклс были сольды у них тоже скидки мне пришел код и я конечно заказала это мой самый любимый лосьон который я вам уже показывала которым я пользуюсь каждый день он от высыпаний замечательный лосьон я заказала себе еще один и что я еще заказала готовлюсь к лету у меня кончается мой тональный крем от для рож пузырь baby крем который я показывала в предыдущем видео или два видео тому назад вот заказала от скин сьютиклс с спф-50 и он минеральный так что я открою попробую и вам обязательно расскажу хотя я думала что там другой формат может быть я не тоже заказала но посмотрю не знаю и заказала заканчивается мне тоже крем для глаз и заказала от скин сьютиклс небольшой крем для глаз но он тоже минеральный с спф-30 потому что вы знаете что в провансе у нас больше солнце начинается вот уже через месяц да и вообще прованс никогда без защиты без спф нельзя выходить вы это все прекрасно знаете вот я заказала попробую почему вокруг глаз ну потому что лена иногда может выйти на улицу и забыть очки все попробую потом обо всем вам расскажу что они мне еще здесь положили подарочки какие а вот я что хотела у них попробовать но никогда не решала заказать потому что достаточно дорогой это корректор от пигментных пятен как раз и попробую замечательно то что я люблю и второй пробничек это что у нас она это у меня есть это моя любимая сыворотка от прыщей но лишней никогда не будет вот такие у меня покупочки были на скидках я открыла посылочку от людмилы и сейчас вам покажу еще раз от всего сердца благодарю нам очень очень приятно была открыточка с поздравлением с новым годом и сегодня новый старый новый год и прям открыточка пришла вовремя леночка александрова додислав с новым годом мира тепла и любви вашему дому семья комовых спасибо большое спасибо и что у нас тут за подарочки сгущенка вареная сгущенка и просто сгущенка кстати у меня владислав обожает он обожает с блинами но он ни разу в жизни не пробовал нашу сгущенку поэтому теперь будет лакомиться также это все я по так понимаю для меня облик пиховое масло но не просто облик пиховое масло а с гор горноалтайского с моего любимого алтая это мне доставило такое большое удовольствие спасибо большое еще раз также льняное масло которое я все время покупаю всегда покупаю волгоградская обязательно попробую я думаю что она просто замечательная а это новогодние игрушки для моей елочки уже в следующем году они будут обязательно висеть у нас на нашей елочке я буду вспоминать людмилу мою подписчицу конфеты ух сколько здесь я же даже такие конфеты уже и не знаю когда я уезжала таких и не было мы обязательно попробуем мы будем с ними и пить чай вот такая посылочка из череповца мне пришла спасибо еще раз большое спасибо вам за ваше внимание за ваши комментарии за ваши добрые слова мы это принимаем все очень-очень близко к сердцу мы вас любим благодарим а еще я забыла а это самый замечательный подарок влад когда увидел гортуо шишка я горит и не просто шишка это же кедровые орешки внутри ты никогда не видел спасибо вам большое потому что по-настоящему мой ребенок не видел как кедровые орешки растут и зреют так что огромное спасибо я сегодня на ужин делаю салат из цикория не помню рассказывала вам рецепт или нет многие мне раньше писали что цикорий горчит для них да цикорий горчит но я уже в одном из видео рассказывала все способы чтобы убрать эту горечь так что поищите посмотрите сегодня не буду на этом останавливаться для меня горечь не имеет значения я люблю горековатый вкус мы с мужем не против что я добавляю я режу мелко цикорий его заливаю лимонным соком оставляю немного затем добавляю помидоры затем различные приправы куркуму люблю добавлять кумин меня попросили показать как выглядит кумин во франции сейчас я покажу вот я покупаю в бимом магазине кумин она еще называется зира эта приправка также продается и в простых магазинах на полочках где где все приправы может быть в зернышках а может быть вот такая в пудре люблю добавлять кумин или карри затем сейчас выдавлю чеснок иногда тру мелко на мелкой терке корень имбиря что сейчас и сделаю и обязательно добавляю сыр сыра нужно добавлять какой нибудь достаточно выраженный я очень часто во франции с андивами с цикорием добавляют ракфор сыр ракфор с плесенью можно добавлять и любой другой также сюда очень хорошо подойдет куриная грудка и все это я буду заправлять соусом винегрет который мы делали с вами в прошлом видео многим понравился этот соус меня спросили какую горчицу я использую чаще всего я использую органическую горчицу но мы покупаем только сильную горчицу мы любим написали ирина написала что достаточно соленая дижонская горчица если соли не добавлять то нормально если конечно еще что-то соленое добавляю к соленому то будет достаточно соленая хотя во франции продается горчица совершенно без соли в биомагазинах санцеля жуте но она совсем пресная я ее покупала несколько раз она мне не очень если честно понравилось но и в принципе все можете разноображивать этот салат как хотите если кстати не добавляете помидоры то можно добавить грецкие орехи и изюм грецкие орехи с изюмом и с сыром с плесенью это просто объедение так что я буду готовить ужин у меня еще остался супы с трюфелями так что у нас будет небольшой семейный праздничный ужин мы все-таки с мужем решили отпраздновать старый новый год по-сибирски у нас сейчас 6 часов вечера а в сибири сейчас через две минуты старый новый год так что мы еще раз всех поздравляем с новым годом желаем счастья здоровья удачи и пусть в этом году все 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 что мы загадаем исполнится спасибо вам что вы с нами и с новым годом с новым годом с новым годом и влад кричит с новым годом за сибирь за москву за белоруссию за украину за все за все страны будем счастливы и и Субтитры создавал DimaTorzok